Ариадна, привет. Привет, Жень. Да, очень приятно. Хочу представить сегодняшнюю героиню. Ее зовут Ариадна. Она куратор, также занимается, как я понимаю, помимо этого, фотографией, если я не ошибаюсь. Это так, это так. Отлично, да. Куратор, плюс фотограф и плюс еще и модель. Сейчас практически никогда, иногда бывает, но... Основной род деятельности сменился хобби, а что-то из мечты стало буквально своей работой. Есть такой момент, что когда мне было лет 20, мы сидели с моими друзьями и думали о том, кто кем будет в 40 лет. Вот когда спросили меня, я сказала, что я точно буду такой классной, красивой тетей со своей галереей. Да, и буду продавать искусство. Но я не знала, что это случится со мной через 6 лет после этого разговора. То есть в 26. Сейчас мне 27. То есть ты, получается, год этим занимаешься, в 20 лет ты уже знала примерно, чем занимается куратор, и что это за профессия? Да, мне всегда было это интересно. Я интересовалась Кристис, Сотбис, конечно же, интересовалась искусством, потому что я уже училась в университете кино и телевидения на народно-художественной культуре. Мы там много изучали. По факту это руководитель фото- и киностудии, педагог этих процессов. Очень много было музейного дела, разных дисциплин, как раз-таки сферы фото- и кинопроизводства. То есть у тебя уже изначально была цифровая оптика на искусство? Тебя именно влекло в эту часть? Отчасти, да, отчасти нет, потому что в этот момент я занималась, предпочитала заниматься аналоговой фотографией, а именно съемкой на пленку, на средний формат, на 35 мм. Я активно этим занималась. Более того, в университетах, киноуниверситетах, думаю, что это есть и до сих пор, первые два курса люди снимают на пленку. Вот твое первое прикосновение, твое первое прикосновение с миром галерейного искусства, кураторского, оно произошло когда? Нет, даже не почему, а именно вот фактически. Вот ты рассказывал о том, что ты с детства, совсем юношества, интересуешься фотографией. И буквально из-за университета, в котором ты училась, из-за каких-то работ дипломных, либо курсовых, у вас часто были проекты, в которых вы использовали аналоговую фотографию. А конкретно выход из состояния артиста, состояние куратора. И неким образом, вот куратор это некий надзиратель над искусством. Ну, изначально, как смысл этого, когда он зародился, это человек, который как бы смотрит за архивами. Ну, то есть, надзиратель над галереей, над пространством, либо надзиратель, в хорошем смысле, наверное, над художником. То есть, человек, который его мотивирует, организует, менеджерит, продает, руководит процессами, связанными с искусством. Вот когда это случилось с тобой впервые? Ну, стоит начать с того, что я очень долгое время была фрилансером и продвигала себя сама. Вот, чаще всего, конечно, так как у меня такое своеобразное творчество было всегда, оно черно-белое, аналоговое. Вот, нужно было донести до потребителя, до покупателя, до клиента некую ценность того, чем я занимаюсь. Вот, и поэтому все происходило через некие личные касания, то есть разговор. Поэтому изначально продвигала я сама себя. Вот, очень долго искала куратора, который мог во мной заниматься, и, к сожалению, я не смогла его найти. Вот, это очень важный момент. Параллельно я увлекалась учением... Можно уточнить, ты искала куратора для себя? Себя ты воспринимала как художника? Ага, а тебе куратор зачем нужен был? Как ты подразумевала его взаимоотношения с тобой? Ну, я имею в виду, что ты хотела от него получить в профессиональном смысле? Все очень просто. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Безусловно, есть, так сказать, люди, которые сочетают в себе талант и продаж активных, и создание произведений, и умеют балансировать на этом. Но я искренне считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Вот, и как художник я могу сказать, что это безмерно сложно и творить, и продвигать себя. Честно сказать, я искренне считаю, что у меня это так не вышло как художника, продвинуть себя достойным образом. Потому что очень сложно разрываться между поиском клиентов, изучением арт-рынка, договоренностями и тому подобное, и в то же время заниматься художественной деятельностью. Вот, это совершенно, мне кажется, две разных деятельности, которые художник имеет право не сочетать. Вот, потому что быть... А у тебя попытки самостоятельно заниматься самопродажей была? Конечно. Ты сделала это вывод на основании твоего не очень удачного опыта, как я понимаю. Ну, почему неудачно? Я была достаточно сытым художником. Вполне себе удачного, но... То есть ты продавала свою услугу фотографа, либо у тебя удавалось продавать прям в своей фотографии цифровые полотна? И то, и другое. То есть я, конечно же, была изначально фотографом-портретистом, но очень много работала с музыкантами и создавала обложки альбомов. То есть произведения, которые могли бы послужить визуальным рядом для других артистов тоже. То есть вступать в некие коллаборации, в том числе на коммерческой основе. Так или иначе, это, знаешь, если мы делим процессы такого рыночного свойства, то институционный метод продажи, он больше подразумевает, что есть некий коллекционер, который покупает твою работу, а есть некий заказчик, покупая твою услугу как исполнителя. Вот именно формат, который ты вот сейчас занимаешься в продаже художников, был ли он у тебя в прошлом? Вот удавалось ли тебе продать вот прям свою цифровую работу, как ты делаешь сейчас другими художниками у себя в галерее? Нет-нет, до этого я как раз-таки не дошла, хотя мне очень, конечно, хотелось. Но нужно еще принять тот факт, что фотография – это одна из самых девальвированных сфер жанров искусства. Вот, это одна из самых девальвированных сфер по одной простой причине, что есть такое поверье якобы, что там вот это вот сфотографировать, написать, вот это вот да. И как следствие, безмерно мало галерей занимаются конкретно фотографией. Галерей, которые занимаются концептуальным искусством и представляют какие-то иные формы его, то их гораздо больше, а галерей, связанных с фотографией, понимающих, что это такое и что с этим делать, практически нет. Ну, сейчас, конечно, одним из самых девальвированных искусств является, искусств и жанров инструментов является генеративная графика, потому что теперь ко мне приходят галереи и говорят, что ну вот сгенерировать – это так, вот, ну, сфотографировать, это вот уже что-то интересное. Примерно те же вещи мы можем услышать от людей с меньшим количеством насмотренности, ходящих в музеи, русский музей, например, и видящий авангард русских художников 20-го века, которые комментируют примерно похожим образом, что мой сын, моя дочь нарисует лучше. Здесь появилась новая форма иронизации над фотографией. Да, здесь интересная тема, на самом деле, девальвация искусства, потому что мне так показалось, что с повсеместным внедрением генеративных инструментов, креативных в мир и доступом, то есть горлышко стало расширяться, то есть оно было очень узко, а сейчас доступ, так называем, джунов, то есть людей, которые раньше приходилось достаточно сложные интерфейсы использовать, а сейчас можно на телефоне тремя кнопками что-то получить, они поняли, что фотография обладает той ценностью меньше, потому что они могут сделать то же самое. Но мне так кажется, что фотография аналоговая, та, что получена неким, даже не цифровым методом, да, а пленочным методом, вот ее ценность как раз в этом мире растет одновременно с тем, что нейросети, на самом деле, здесь влияние свое оказывают, в том числе, очень сбалансированное, потому что где-то отпадает, это вот как история про то, что если у кого-то прибыло, у кого-то убыло, вот здесь вот прибывает, потому что, по моим ощущениям, наличие вот этой вот штуковины, которую фотографируют на пленку, она стала более интересной для меня вот именно в этом мире, вот в этот последний год. Это даже не частное мое восприятие, я это наблюдаю повсеместно, потому что процесс изготовления пленки, получения фотографии, процесс времени, который тратит, это ценность каждой фотографии, потому что это дорого, потому что это опыт и экспириенс, получения того, что ты ждешь и что же там будет. И эта смена, она на самом деле как про книги, про театр, про кино, то есть кино точно так же театр не заменила, и здесь, как ты думаешь, может ли происходить такие тенденции на рынке? И аналоговая фотография, и генеративная графика, и цифровая фотография, и живопись в пастели и подобные. Все перечисленное — это инструменты для самовыражения, и совершенно неважно, чем ты пользуешься. Например, мне очень часто приходят в галерею и говорят, вот посмотрите мои отпечатки, я хочу за них там 500 долларов, а там вот откровенная шляпа, вот, и это, к сожалению, столько не стоит. Мне начинают объяснять, ну, это же аналоговая фотография, а вот это напечатано на такой бумаге, которой больше в России нет и не будет, и вообще в мире нет, ограничен тираж. И на это я просто отвечаю, что мы продаем произведение, мы не продаем бумагу. Вот, поэтому мне абсолютно все равно, как куратору, на метод получения некой концепции, визуальной. Самое главное, чтобы произведение сложилось, чтобы оно было интересным, чтобы была выражена мысль в убедительной форме. Ты говоришь слово «шляпа», интерпретируя в виде творческие работы людей, которые там делятся, да, они говорят, что там некая бумага, там какой-то очень интересный производительный метод. Но если мы там в широком смысле смотрим на методологию создания, она, правда, не столь важна, там, скорее, многогранность разных медиумов. Ну, именно вот сама арт-работа, она представляет собой часто чуть-чуть на какой бумаге, чуть-чуть каким цветом сделано, там, немного истории, которые скрываются behind, то есть за рамкой этой арт-работы, там, какие-нибудь артисты типа, там, Софи Каль, она так вообще же не использует ничего, кроме нарратива, то есть она использует такую лирику немножко, и рассказ, историю, она чатает книгу, вот, и книга, и бумага в этот момент имеет ценность, потому что когда открываешь, например, историю, связанную с, и я не помню, как называется, но у нее была арт-работа, посвященная людей, людям, которые не видят, слепым, и там Брегелем было написано, перелистываешь, там, бумага, она особые свойства, и вот эта арт-работа, она пусть и сделана, ну, я имею в виду, эта книга сделана экземпляром, сильно превышающим, там, 10-15 единиц, так или иначе, это уже процесс творческий, вот она перенесла это в бук, и он превратился в коллекционный предмет, и ценность этой книги сейчас очень высокая, потому что больше таких не выпускается, вот, и Софи Кальцев выбор сделан вот туда, в эту сторону, так же, как и разные способы, там, самых знаменитых художников, по типу Марина Абрамович, да, она в этот же момент вообще не использует, либо Марсель Душан, они, так или иначе, свойства творческие не используют, с точки зрения, они не производят ничего, кроме перформанса, кроме процесса, вот, они продают этот самый процесс, то есть, там, девальвация вообще любых других элементов происходит, вот, а вот твой личный взгляд, это твой же кураторский взгляд, то есть, он такой очень персонализированный, это такой диктаторский взгляд на искусство, то есть, то, что тебе нравится, то, что тебе подходит, вот оно не шляпа, а вот, что не нравится, можешь ли ты допустить для себя, что, например, работа художника, которую он принес, и вот эта бумага, и качество этой бумаги, вот она сыграет свою роль, и, возможно, ну, может быть, не пожалеешь, но так или иначе произойдет такое, что он все-таки найдет ту галерею, которая его экспозирует, и его получится продать сильно дороже, чем ты предполагала, либо ты руководствуешься, по твоим ощущениям, каким-то более широким объемом, твой кураторский взгляд, он соответствует некой европейской практике, ну, то есть, он такой средний, то есть, ты можешь вот эту температуру по больнице чувствовать и мерить, как это делает любой другой куратор, то есть, у тебя есть ощущение, что ты соответствуешь некой общей модели кураторской оптики на искусство? Ну, смотри, конечно, могу сказать однозначно, что у каждого куратора есть свой вкус, свой интерес, свои предпочтения. Надо сказать, что в нашей галереи я стараюсь балансировать между тем, что мне нравится или мне не нравится, что я понимаю, что я не понимаю. Вот, скажем так, если бы мы пришли в галерею, в которой вот висело бы все только то, что я повесила бы у себя дома, то мы бы пришли в какой-то готический замок скорее. Вот, а здесь я стараюсь балансировать на том, что действительно имеет эстетическую ценность, там, имеет идею, имеет уверенную форму, вот. И если я чувствую в этом потенциал, если я вижу это красивым, то я готова с этим работать. Почему я сказала как раз слово «шляпа»? Потому что есть, при выборе произведения, есть объективные причины его выбрать или не выбрать. И как раз-таки субъективные. Субъективное – это моя вкусовщина, грубо говоря. Вот, а объективное – это убедительность визуальной формы. Безусловно, очень важен материал, на котором это все исполнено и подано. То есть я, например, принимаю произведения, созданные аналоговым методом материализования, в том числе отпечатки. В галерее Новой Голландии представлены отпечатки, водно-масляные печати, достаточно интересная технология. Вот, а другое дело, когда художник делает упор на инструменте, да, и действительно пытается продать мне бумагу, вот, хотя само произведение, сама мысль для меня не видится четкой, конкретной, интересной. Вот, мне кажется, что, скорее всего, он ее принес, потому что она ему дорогая больше из каких-то субъективных причин. Или просто потому, что она напечатывала на редкой бумаге, протестировав ее когда-то, но сама, скажем так, не верит в эту работу. У нас был диалог с одной художницей, она принесла мне отпечатки аналоговые, вот, и говорит, что я их оцениваю в 500 долларов. Вот, я говорю, что, ну, они для меня, по моему опыту, столько не стоят. Она мне начала говорить про бумагу, что такое в России нет, по-моему подобное. И вот я там в американской балерее продаю свои отпечатки, там, от 350 до 500 долларов. Ну, я ей сразу сказала, что арт-рынок в каждой стране, он разный. Вот, ценность, как следствие, тоже у нас арт-рынок совершенно принципиально иным образом устроен. Тут интересно, на самом деле, если ты, мы потом вернемся как раз к продолжению этой темы, как, по-твоему, и чем он отличается от того, что происходит на европейском арт-рынке, либо американском, в чем вот эти ключевые различия российской специфики? Воспитание, в том числе массового зрителя, потому что я не наблюдаю активного интереса у публики к приобретению произведений различных художников, ремесленников и тому подобное. То есть это до сих пор, кажется, не основой бытия, а неким досугом. Вот, там, прийти в музей, скорее не образовать себя, а провести выходной, или же сходить на свидание. Вот здесь вот принципиально другой подход. Вот, и этот подход распространяется на все. И, конечно, в Советском Союзе было стремление к одинаковости бытия, к тому, чтобы все были равны, вот, не было никаких излишеств, не было какой-то такой свободы мысли, то есть все должно быть как у всех. Вот, и, то есть, и как следствие, если мы говорим про искусство, а это всегда некий тираж, это всегда некое такое ограничение, всегда некая лимитированность в случае художников, так это вообще один из одного. Конечно, если это какие-нибудь прибрежные художники, они очень часто напишут одну картину, и после того, как продадут ее, напишут такой же дубликат. Это тоже нельзя этому исключать. Но, так или иначе, все равно чувствую некие проблемы с уверенностью и даже желанием, потому что у каждого желания должен быть какой-то мотив, такой вот спусковой крючок, почему вот я должен приобретать какие-то произведения. Вот, то есть люди, ну как, не считают необходимым, что ли. Это действительно не является какой-то прям жизненной необходимостью купить эту картину, тем более напрямую зависит от уровня жизни человека. Конечно же, всегда покупка искусства и творчества это покупка, совершенная по любви, то есть есть некое безмертное желание приобрести вещь, которая по факту не даст тебе еды или воды или еще чего-то, она просто сделает твою жизнь чуть красивой. Здесь, возможно, мы говорим о реалиях российского рынка, и там эмоциональные покупки, возможно, занимают более весомую позицию, но на Западе, вот на этом такой абстрактном Западе, который у нас любят так называть, там ценность покупки часто связана с арт-эдвайсерами, которые советуют как акцию приобрести работу неких художников, чья ценность работ потом взлетит, а потом можно сделать вторичную продажу, наличие сертификатов, базы, в которой находится художник, его портфолио, его некие иные events, то есть на которых он участвовал, там какие-то премии, какие-то выставки, его имя там среди разного рода конкурсов, это все имеляется ценностью для коллекционера, потому что там есть больше реальности, в которую можно инвестировать свои деньги, там в долгосрочной, в том числе, перспективе, но не всегда про любовь, я здесь вот как раз хотел с тобой, наверное, поспорить, потому что вот именно в мире... Это не спор, это так и есть, это, ну, как сказать, можно купить работу для себя в том смысле, чтобы она сделала твою жизнь лучше, ярче, чтобы ты, проходя по коридору, после пробуждения порадовался ей. Вот, а другое дело, что, конечно же, это инвестиция, вот, особенно если мы говорим про лимитированный тираж, то есть поэтому всегда последние экземпляры стоят иногда в несколько раз дороже, чем первые, которые были запущены в продажу. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, я бы сказала про национальную покупку, а дальше мы приходим к тому, что действительно покупка произведения искусства, она может улучшить твою жизнь с точки зрения инвестиций, что ты просто сохраняешь деньги в то же время. Вот, но чтобы действительно эта история была успешной, нужно с кем-то посоветоваться. Хорошо, если это будет знающий человек. Вот как раз-таки это роль у куратора, который, ну, хорошо, если не просто тебе пытается что-то продать, а еще и говорит, почему это хорошо, почему это действительно стоит приобрести, если тебе это нравится. Допустим, изучая мировую практику, мировой арт-рынок, мы приходим к тому, что у куратора, у арт-дилера настолько большая и высокая, ну, как, его ценность, и настолько крепкая его репутация, что люди покупают у него произведения даже до тех пор, пока их увидели в реальной жизни. А вот конкретно на российском рынке ценообразование как происходит? Человек приходит к тебе со своей работой, либо ты находишь его, как ты выстраиваешь ему стоимость его работы, ты как подсказываешь ему, за какую стоимость его купят, и на основании каких критериев у тебя это получается? Ну, мне кажется, у каждой галереи свои правила, у нас есть произведения, которые выстроены строго по категориям автора, это определенная стоимость категории, например, у нас есть категория А, Б и Ц. Собственно, я говорю сейчас о работах по спорту, которые мы представляем, которые составляют такой основной пул наших работ, которые мы реализуем. И здесь нет абсолютно никакой разницы в технологическом изготовлении работы, то есть это все архивный картон, это все пигменты, что отличается, то есть в плане бумаги все то же самое абсолютно. Другое дело, что это категория самой работы. Категория А – это более такая сувенирная декоративная работа. Категория Б – это работа, которая создана автором уже неким таким сформированным художественным миром, он является хорошим рассказчиком, и эти работы, они имеют уже какое-то отличие от всего того, что мы видим. То есть в случае категории А – это та работа, которую может сделать профессиональный фотограф с своей камерой. очень хороший профессиональный, профессиональный подход мы видим и с художественной точки зрения, и с технической. Но так или иначе, это скорее такие декоративные фотографии, которые просто улучшат свой интерьер. Категория Б – это уже некоторого рода инвестиции, потому что здесь мы представляем молодых нанеживущих авторов. тоже, которые, как сказать, отличаются тем, что сформировали свой мир визуальный, который приглашают зрителей. Мы можем наблюдать его персональный рассказ о том, как он его видит, и, возможно, каких персонажей он создает. В общем, это хорошая рассказчика. Категория С – это уже такие очень серьезные авторы. И иногда, и очень часто, это как раз-таки лимитированная работа, либо этот автор уже умер, а мы продаем то, что осталось, грубо говоря. Если мы отходим от паспорту, от работы паспорту… Можно уточнить, а вот тот метод оценки произведения искусства, которые используются в вашей галерее, он не широкого свойства. То есть это вот конкретно ваш способ… Да, это наш метод. …откатегоризировать ВВЦ. Да. Да, потому что фотография – это тиражное искусство. Эта вещь, она вообще в целом произошла от гравюр, когда с одного камня или с одной плиты могли отпечатать несколько произведений. Здесь мы говорим, например, про живопись – это объект один из одного чаще всего. Вот. А фотография же, она ближе к гравюре, потому что у нее есть некий тираж. Ценность может сформироваться от разных составляющих. Во-первых, мне очень нравится лимитировать тираж произведений. Ну, то есть таким образом я добавляю вот здесь объективную ценность, что этих произведений очень мало. Помимо того, что я их выбрала с пониманием и таким интуитивным из разряда что-то в этом есть до анализа художественных свойств произведения, то есть чем меня оно зацепило. Здесь я еще добавляю некоторую ценность эксклюзивных таких прав. и у меня как у человека, который реализует это, и у человека, который покупает это, и в том числе у человека, который это продает. Потому что чем реже произведение, чем меньше тираж, тем оно справедливо может быть дороже. У меня вот была ситуация, когда ко мне пришел директор Петербургского аукционного дома, и он посмотрел на экспозицию, как раз таки эстетика алгоритма, это была выставка генеративной графики, и он пришел и сказал, что для российского рынка та стоимость, которую мы обозначили для каждой работы, это чуть ли не золотое сечение, и она лучше, но, допустим, в контексте, если бы мы представляли эту серию на космоску, то она стоила бы еще плюс с одним нулем. Как произошло первое прикосновение к нейросетям? Как ты дошла до такого, что решил их продавать? Как ты нащупывал эту коммерческие... Потому что я сразу скажу, это для меня абсолютно шок, наверное, культурное, что ты продаешь, продаешь еще и за такие деньги, ты продаешь, у тебя есть лоты за 400 тысяч рублей, я правильно слышал, что твоя галерея продавала нейросетевой арт за 400 тысяч рублей. Да, так и есть. И это просто восторг. Ну, я имею в виду, в России, в Петербурге, не в Москве, не на фестивале, галерея продает нейросетевое искусство, то есть искусство, сделанное алгоритмами от... исходя из промпта, правильно я понимаю? То есть человек... Творческое участие там человека было не столь обширным, и при этом вы как-то еще это юридически все оформляете, пользуясь, наверное, какой-то российской базой. Вот если у тебя есть возможность так вот сразу войти и всю историю нам рассказать про твой опыт взаимодействия как аккуратно с нейросетевым искусством, пожалуйста, мы здесь все для этого. Собственно, основа моей деятельности заключается в том, что я создаю выставки, создаю выставочные проекты, на которых представляю все то, что мне кажется сейчас интересным и актуальным. Таким стал выставочный проект «Эстетика алгоритма», который мы создавали вместе с двумя художниками, А ты можешь сразу назвать их имена? Я вот хотела их назвать. Да, 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 чтобы далеко не уходить трубки, если что. Алексей М. Гусаров и Андрей Кинли. Вот, Андрей Кинли это автор, который сделал всемирно известную серию «Гарри Поттерс», режиссированную Лассом Андерсеном. Она настолько известна, что если просто вбить в тульс-фаник в гугл Ласс Андерсен, то пятой фотографией будет эта работа. Вот, и, конечно, там сотни миллионов просмотров в этой серии, права на нее хотели купить представители из многих стран, вот, но Андрей решил именно совершать эту сделку и сохранить права, вот, реализовывать проект именно в России. вот, и Андрей очень интересный автор, вот, который изобретает совершенно уникальные идеи и весь концепт, тут же дело даже, опять же, не в инструменте, который он использует, для меня нет разницы, аналоговая эта фотография или это нейрографика, абсолютно никакой, а меня должно впечатлять произведение, то есть мне должна впечатлять концепция. Если она интересная, то я готова этим заниматься. Почему именно нейрографика? Потому что нейросети активно интегрировались в фотографическую среду, очень многие фотографы используют этот инструмент, вот, в том числе в коммерческой сфере, изменяя фон, добавляя текстуры, и тому подобное, то есть создавая что-то, так сказать, нереальное, которое может выглядеть вполне себе реальной и интегрирует эту фотографию. Вот, и тут уже, конечно, говорить о процентовке этого реального и нереального как-то было бы странно, я думаю, вот, если, допустим, образа осталось только лицо. Поэтому было принято решение достаточно быстро заниматься в том числе и нейрохудожниками, потому что с одной стороны искусственный интеллект, он может быть прекрасным инструментом и возможностью для того, чтобы расширить свои смыслы, свой какой-то подход к реализации своих идей, своих концепций, с другой стороны это может быть большой опасностью для фотографической среды. Опасностью может быть именно для тех авторов, которые покупают себе дорогую камеру и думают, что она все за них сделает. Он выстроит автоматическую экспозицию, автоматическую, абсолютно все. И в таком случае все равно эта часть фотографа, которая занимается фотографией, она полагается на машину в другом роде. Притом, создавая ту или иную фотографию, концепции в ней абсолютно нет. То есть они фотографируют то, что видят то же самое, что маленький ребенок, который идет по улице и читает абсолютно все вывески. Поэтому для меня самое главное, чтобы у автора была концепция, с которой он умеет работать, которую он оформил внятным образом, интересным, впечатляющим. И какой инструмент он для этого использовал? Конкретно в этом случае с эстетикой, как ты сказала, генеративной эстетикой? Эстетика алгоритма. Эстетика алгоритма, да. Эстетика алгоритма. Это выставка, если кураторским языком про нее рассказать, о двух художниках, которые сделали экспозицию арт-работ, которые набрали очень большую популярность и влияние в социальных сетях. То есть их суммарный объем просмотров превышает какие-то сумасшедшие цифры. Сотни миллионов человек увидело аналогии либо цитаты похожести с фильмами их детства либо студейта, то есть они как-то отрефлектили то, что показывают в кино, то, что они видели по телевизору. То есть есть очень сильный почерк режиссерский Уэса Андерсона и он там в своем этом почерке несет свет, какой-то экшен одежды, какой-то кадр определенный. И это было повторено ты взяла это как некий экземпляр творческий, его продала, продала достаточно успешно, ты говоришь, два художника, второй примерно то же самое делает, верно, я понимаю. И для меня сразу возникают два вопроса. Во-первых, считаешь ли это искусством, считаешь ли потому, что здесь наверное с тобой начнут спорить с точки зрения не того, что было создано нейросетью, а с точки зрения того, что все-таки может быть это мем, а может быть это интертеймент такой, может быть это пост из социальных сетей, тогда давайте начнем вообще все, что у нас в социальных сетях в ленте появляется, начнем в галереях показывать и относиться к ценности этих работ и только исходя из просмотров. второй вопрос это не считаешь ли ты что это было бы невозможно во-первых США продать во-первых давай тогда закроем вопрос связанный с тем что законодатель Соединенных Штатов и Европы в том числе потому что оно так или иначе копирует либо косплеит юридическую базу США заявляет о том что все что создано нейросетями там где творческого участия человека меньше там какого-то процента но по статистике почти все дела на эту тему не дают никакого авторского права то есть творческие произведения не принадлежат художнику они принадлежат либо компании с помощью которой произведено Миджорни там Стэбл Диффьюжн любая другой инструмент вот мы можем закрыть на этот скорее меня интересует вопрос авторского права потому что он получается использует некий нарратив визуальный и пытается его интерпретировать при этом все прекрасно все понимают наверное экспертизы там какой-то серьезно нужно чтобы понять что он использовал авторский стиль его повторил получил работу ну это вот как можно ли такое представить например в фильме ну я имею в виду создать кино полностью повторить метод Уэса Андерсона снять то же самое и попытаться с продажи билетов на этот фильм ну там осуществить это на территории Соединенных Штатов мне кажется это невозможно может быть ты со мной поспоришь точно так же вот касательно этого арта может ли такое случиться что в каком-нибудь там среднесрочном будущем коллекционер который приобрел эту работу столкнется с проблемой что вторично он уже продать это не сможет точно так же потому что будет проблема вот юридического права который не позволит ему это осуществить ну либо ему придется работать всегда только на территории тех рынков на которых правила работают иначе вот это очень интересный момент потому что как раз таки использование образом оно допустимо то есть ты можешь понимать что это есть отсылка или омаж к чему-либо например прости перебью я очень прошу прощения когда Ларс фон Три использует Тарковского как омаж и цитату в каком-то конкретном кадре при этом использует свою визуальную эстетику свою цифровой кадр свою технику ну то есть мы можем очень очень абстрактно при этом используя какие-то свои наверное интеллектуальные глубокие исследовательские интересы найти там какие-то взаимосвязи сказать ну это не про копирование это действительно омаж здесь конкретно наличие у человека нет своего авторского стиля он пытается интерпретировать пытаться продать Уэса Андерсона на себе ну то есть использовать его и продать это как будто бы это Уэс Андерсон потому что Ларс Тон Триер не продает Тарковского он как раз занимается омажем и цитаты это немножко другое нет совершенно не другое потому что для того чтобы Гарри Поттер с режиссированным Уэсом Андерсоном вот эта серия получилась такой какая она есть в промте было написано огромное количество некоторых дополнений вот которые включают в себя абсолютно другую эстетику конечно известную и некогда скормленную искусственным интеллектом потому что он знает ее существование и как раз таки с помощью вот этого бесконечного поиска было было найдено лучшее решение лучшая визуальная форма для того чтобы продемонстрировать вот этот итоговый результат то есть там на самом деле для того чтобы авторы были одеты вот именно так настолько стильно то было упомянуто чтобы герои были одеты в гучи вот хотя это никак не связано ни с Гарри Поттером ни с Эссом Андерсом то есть это вообще уже третья сторона далее то есть и чем мне нравится генеративная графика так это конкретика вот которая не наблюдается в большинстве работ которые людей которые занимаются просто по факту некой артерапии пусть даже приятной гладой здесь есть конкретика здесь человек вбивает то что он хочет получить и каким образом он это хочет получить абсолютно все фотографы особенно коммерческого плана практически там я думаю за редким исключением будет справедливо сказать что используют референсы мутборды картинки изображения и строят по ним план того что и как они будут снимать уже какие-то вот детали дорабатывают непосредственно на съемочной площадке вот также в целом я вижу ситуацию с используя нейронки то есть грубо говоря ты даешь референсы описываешь идею и ищешь уже лучший для тебя вариант если ты его не видишь то ты понимаешь думаешь анализируешь что именно тебе не хватает и продолжаешь свои поиски может быть ты слышала в сети появилось высказывание Уэса Андерсона как раз видимо в том числе на работы буквально твоего художника который прокомментировал это так если кто-то пришлет мне что-то подобное я немедленно сотру это и скажу пожалуйста извините не присылайте мне то что люди делают со мной я не хочу смотреть на это думая это что что я делаю это то что я имею ввиду я не хочу чтобы кто-то слишком много думал о том кем я пытаюсь быть это так вот он прокомментировал нейросетевое искусство которым так или иначе кто-то пытается интерпретировать ну визуальный стиль скопировать и попытаться и персонажей в его фильмах представить в каких-то иных ролях мне кажется здесь как раз еще вопрос этического восприятия здесь сложная серая сфера которая как мне кажется в ближайшем будущем придет к каким-то отработанным методам юридическим вот как раз это высказывание возможно очень сильно подсвечивает в том числе эмоции тех художников которых пытаются скопировать а многие режиссеры не смотрят свои собственные фильмы это тоже нормально это же личное уже как раз таки абсолютно точно субъективное отношение человека и своей деятельности и к деятельности других авторов например художник Мамышев Монро он в целом подпрыл весь визуальный ряд все свое творчество на использование образов других известных людей разве в таком случае он не имеет права на реализацию своей деятельности мысли и тому подобное то есть он в каком-то плане все равно является и художником и новатором в каком-то плане абсолютно точно не является вот и имеет право на свою деятельность другое дело что мы же хотим так сказать поднять вопрос о реалиях коммерции потому что изобразить и не продавать можно практически то что угодно особенно если это не не очерняет личность потому что я думаю что серия с Гарри Поттером она каким образом не очерняет ни Роулинг ни Квесс Андерсона и тому подобное тут начинается вопрос авторских отчислений уже создать игру по мотивам Гарри Поттера и никому никто Ворнебрасос никаких прав не даст ну то есть какая-то другая компания используя образы вот сделать например фанфик фанфик можно потому что все-таки ну мы же говорим про творчество некое хобби пока это хобби мне кажется проблем нет как только мы заходим на территорию в которой появляется правообладатель заказчик коллекционер художник вот здесь вот уже мы начинаем немножко путаться и мне так кажется в юридическом смысле не ты я не говорю ты путаешься а Эмиль Билл как приходится преодолять да какие-то усилия понимать где тут на какой стороне правда да правда тут только на той стороне что ну комики же используют пародии на многих известных личностей и никто не требует их какие-то кто использует еще раз комики элементарно комики да многие строят свое там творческое высказывание на актерскую бру на копирование многих известных личностей и это приносит им деньги в том числе билеты на их шоу и это является такой некой может быть не отговоренной ранней но там такой коллаборации односторонней другое дело если этот комик начнет допустим очернять этот образ здесь уже мы можем говорить о причинении вреда этой личности которую там копировал этот комик ровно то же самое происходит и в художественной среде то есть если человек использует образ человека для того чтобы как средство самовыражения как один из элементов своей деятельности то почему бы и нет другое дело что конкретно название да вот Гарри Поттер оно определенно точно защищено вот и использовать его скорее всего являлось правонарушением вот другое дело что сейчас в России насколько я знаю есть разрешение на использование интеллектуальной собственности недружеских стран вот и таким образом исторически мы можем делать такой некий обход вот и продать эту серию с другой стороны права могут быть восстановленные вот в этом вот как раз таки выключается такой некий нюанс я хотел от себя добавить чтобы тебе не казалось что я тут каким-то образом пытаюсь свою личную оценку притащить потому что наверное это станет разногласия с тем что например Эллен Шидлин моя жена занимается искусством и продает свои картины и вообще интеллектуальная собственность и юрист мне наверное очень бы наш юрист совместный с которым мы работаем в том числе очень бы сильно на меня ругалось за это но я в основании в идеалистическом мире вообще интеллектуальную собственность не признаю вот поэтому здесь я наверное более радикален еще чем более чем ты с точки зрения того что все что материальное ну например футболка с Микки Маусом будучи в идеальном мире мне так кажется что я хочу что хочу то и леплю на свою футболку и это моя материальная вещь и я имею право точно так же торговать эту вещь даже будучи на нем этот Микки Маус потому что по моему мнению интеллектуальная собственность это идея которая находится в мозгу то что нематериально оно не обладает белонгой то есть оно не может принадлежать поэтому в этом плане я в будущем вижу что отказ вообще от этой идеи так или иначе я пытаюсь сейчас задавать эти вопросы потому что это важно вот в той концепции мира в котором мы сейчас находимся мы вот в этих серых зонах постоянно вот в чем мы называем NFT так или иначе тоже с этим соприкасалось с этой технологией вот потому что это новый способ рыночный продавать искусство дилетал искусство вот все смотрели в эту сторону сейчас он претерпевает некий спад вот какие вообще криптовалюты претерпевают сейчас спад там биткоин вместе с ним летит все остальное вот на этих горочках мы сейчас находимся потому что рынок крепнет у него появляются новые методологии юридические там законодательные способы взаимоотношений между там аукционными домами галереями которые это все продает все больше кейсов появляется тем самым появляется сфера филд зона вот такие ответственности какие-то точно так же и с нейросетями сейчас мы уже кажется что это слово немножко такое потеряло свою первоначальную ценность это уже больше не про технологии не про будущее мне так кажется может быть я свою оптику смотрю а что-то хайпленное перегретое что-то что уже немного как NFT раздражает наверное потому что то что внедряется в эту идею там создается такой вакуум отсутствие понимания и вообще как с этим всем работать вот касательно юридического права да я тебя постоянно там кручу там говорю в России ты имеешь ввиду либо мы там будем на запад смотреть либо мы будем на Китай смотреть вот это вот я непрестанно начинаю повторять потому что вот политика общественных отношений устройства государства цивилизационные там отношения к чему-то мы будем по-разному смотреть на те же одинаковые вещи потому что мы живем не только в разных наросивах но и в разных законодательных базах отношений к собственности и вот когда мы говорим сегодня о иллюстраторах художниках которые сегодня бастуют буквально вот я с прошлым нашим художником об этом говорил Антоном и мы обсуждали критику арт сообщества в отношении нейросетей у тебя очень такое взгляд на это все максимально friendly то есть ты допускаешь ты играешь с этим ты продаешь это ты в этих вот взаимоотношениях как бы так немножко открещиваешься от так или иначе от вот этих вот юридических проблем которые на западе происходят так или иначе в России по-другому все-таки у нас как-то привыкло это все самостоятельно появляться работать пока государство туда не придет пока государства там нету и слава богу будет хуже в тот момент когда оно там появится так же и с художниками то есть любой там фотограф приходящий к тебе в галерею видя на стенах нейросетевое искусство в комплекции других фоторабот он подумает а как все что ли меня меня нет я получается вышел в утиль а что это тоже ценно то есть я вот там что-то кручу что-то там оптика там покупаю это все а у человека есть просто доступ к миджорни за 15 долларов в месяц и он делает то же самое еще и продает вот что с этим делать по-двоему вот где тут морально-этический вот этот компас что он тебе говорит в отношении всех этих вещей вот человек который в панике к тебе приходит и говорит что делать я фотограф вот в этой но вот ты как куратор объясни мне ты это все выкладываешь ты не понимаешь последствия для рынка для меня ты меня лишаешь работы я не лишаю работы ровно счет никого я возможно лишу работы бездельника который ровно так же полагается на машину просто другого более привычного типа то есть я здесь считаю что выживут только художники вот и человек который кто такой художник тогда спрошу по-твоему в этом это про метод это про персонали это вот кто такой художник вот человек который всю свою жизнь фотографирует занимается искусством и тут по некому понимает он такой я тоже художник почему он не художник не бездельник он сделан он каждый день это делает а может быть не каждый день ты что у меня например очень много ну ну смотри я разделяю подходы к созданию визуального изображения я в целом могу определить по изображению зачем человек его сделал может быть это арт-терапия которая является таким неким некой разгрузкой самого автора да вот от своих каких-то негативных или наоборот супер серьезных позитивных идей мыслей настроений то есть здесь абсолютно такой эгоцентричный эгоистичный подход когда ему было все равно о том кто что подумает и здесь могут быть как абсолютно гениальное произведение вот так абсолютно ничтожное потому что человек делал только то что он хотел то есть это может быть работой стола показать кому-то то есть здесь такой черный ящик вот другое дело ремесло ремесло это протоптанный путь может быть тоже эстетически прекрасен но здесь мы не видим ничего нового вот потому что ремесло это уже известный протоптанный путь к созданию качественного изображения то есть очень многие фотографы пейзажисты они знают что надо приехать до рассвета они знают какая диафрагма им нужна какая камера какой объектив и тому подобное и по всем этим устройствам по всем этим параметрам создают действительно хорошее изображение вот ровно так же как художники которые выходят из многих университетов художественных они пишут портреты по тем технологиям которым их обучили там то есть но скажем так есть и творчество когда человек в этом внешнем университете уже свой уникальный подход который он ищет который он микширует посредством и поиска и анализа там новых уже известных форм и создает очень интересную эклектику вот это как раз таки надо отличать творчество ремесло и арт-терапию и там и там и там можно найти интересные вещи другое дело что конечно каждому хотелось бы считать себя гением достойным того чтобы скажем прийти в галерею и там продавали его работы но очень часто ко мне приходят люди которые просто гуляли один раз по улице с хорошей камерой сфотографировали голубя и приносят на него и говорят я могу стать вашим резидентом вот а это как раз таки картинка которую может действительно создать абсолютно любой человек то есть мы здесь не видим ни профессионала своего дела ни художника вот здесь мы видим абсолютно такую бытовую историю абсолютно типичную которая уничтожение выделяется и вот здесь как раз таки я сразу говорю что я ничем помочь не могу очень корректно что я не могу я здесь ничего не вижу я не знаю как это продать кому это нужно будет вот это достаточно рядовое изображение я выделяю художника который мне интересен и с точки зрения там профессионализма и то насколько глубоко он погрузился в свою деятельность вне зависимости от инструмента это тоже очень важно то есть как говорится нужно знать правила чтобы классно их нарушать вот и как художника я оцениваю потому что меня откровенно изображение должно некоторого рода удивить вот возможно я найду некие отсылки в этом изображении к чему-либо а возможно их и не найду так вот моя насмотренность она позволяет мне определить своего рода уникальность данного произведения мне нравится искусственный интеллект как инструмент тем что для того чтобы добиться внятного интересного результата человек должен с одной стороны быть конкретным а с другой стороны находиться в том же поиске вот и менять те составляющие посредством которых он хочет и может создать это произведение в случае многих фотограф они все просто они получили изображение сфотографировав и несут его без какого-либо анализа в галере вот для таких авторов как раз таки искусственный интеллект представляет очень большую опасность ну конечно после выставки искусственного интеллекта мне начали писать разные нейрохудожники и говорить что посмотрите мои работы и я скажу сразу что безусловно у авторов которые используют искусственный интеллект в качестве средства своего самовыражения у них есть некая флора потому что там не нужно включать экспозицию там оптику и тому подобное которые чем кстати занимаются далеко не каждый фотограф надо справедливости ради тоже сказать вот то есть они сломанность сломанность это вот как раз про свой какой-то персональный метод когда ты не академист академистским методом пытаешься познавать мир и как-то его интерпретировать рефлектирует через камеру например а каким-то иным способом более абстрактным часто авангардным это вот более привлекательно мне кажется чаще вот этот индивидуальный какой-то сломанный кадр у всех у всех абсолютно свой путь и свои поиски свои интересы вот потому что каждый занимается тем чем он хочет заниматься я порядка 10 лет занималась пленочной фотографией к сожалению сейчас у меня нет на это времени к большому моему сожалению но я обещаю к этому вернуться потому что я очень люблю это дело еще 7 лет назад я попала в русский музей со своими работами и теперь они меня переживут то есть я действительно считаю себя хорошим художником вот просто сейчас фокус моей деятельности он сместился на что-то более наверное масштабное а ты бы сама хотела попробовать нейросети в своей методике в своем творческом методе слушай ну вот как раз таки потому что я на данный момент не могу назвать себя активно работающим художником деятельным потому что я уже где-то полгода не брала камеру в руки вот и надо еще учитывать то что у меня аналоговый метод получения изображения преимущественно вот у меня там свои фишки разные приколы начиная от выбора пленки там определенного способа ее проявления ее сканирование и тому подобное кстати говоря в любой момент вот ты там сканируешь ну вот многие говорят якобы вот там цифра это вот так а вот пленка это вот вот это вот да вот по факту когда ты сканируешь пленку ты же тоже ее в цифру переносишь и при том очень важно через что-то ее в цифру переносишь потому что кто-то берет и переснимает это через камеру кто-то это делает посредством планшетного сканера как я кто-то через там серьезный профессиональный там серьезный сканер и очень часто на ну используется постобработка на постобработке человек так же ну как я например в случае портретной фотографии занимался ретушью ну прямое цифровое уже касание непосредственно вот хотела бы ли я интегрировать еще искусственный интеллект но я бы это точно попробовала и мне это безумно интересно другое дело что так как мои мозги сейчас работают немножечко в другую сторону в другой профиль я пока честно признаюсь не представляю как бы я это интегрировала но уверена что если я вернусь к творчеству я пойму как потому что это безумно интересно я смотрю слежу за тем как ребята создают свои произведения я сейчас про Андрея Кингли и Леша Гусарова то есть они прописывают даже такие моменты как широкий угол какую камеру использовать то есть прям прописывают Хасельблад 500 и тому подобное то есть это уже более серьезная конкретика чем большинство фотографов к сожалению которым вообще все равно я от себя опять же вступлю потому что так или иначе промт он это способ взаимодействия с нейросетями да человеческие у него есть там свои правила новые методы написания промта уже работают это то что агенты так называемые чаты GPT которые научены на этих промтах ты можешь вписать скорее интерпретацию примерно ну то есть не уточняя он там сам за тебя все напишет и и оптику и камеру и свет и до детали там какой угол например тени на лице должен быть и вот это все впишется буквально из очень рандомно очень хаотического способа написания промта я бы хотел тебя спросить последнюю штуку которая ты на самом деле уже отвечала так или иначе вот связанная с тем когда приходят художники которые не совсем соответствуют твоему эстетическому вижену да какие именно советы вот ты бы могла дать этим самым новым цифровым художникам и в том числе художникам которые занимаются нейросетевыми инструментами чтобы попасть к предположим тебе и успешно продаваться что бы ты могла им сказать я бы хотела упомянуть снова тот факт что каждый куратор он анализирует и объективно и субъективно выбирает то чем он хочет заниматься поэтому если я что-то допустим не взяла это это не значит то что это плохо не значит то что это не имеет права на существование дело в том то что существует еще ряд других галерей кураторов которым это может быть действительно интересно и они это прочувствуют и поймут кому это нужно кому это может быть нужно кому они смогут это продать кому они смогут это показать потому что А сейчас, в эпоху информационного переносвещения, мне кажется, что невозможно остаться без собственного зрителя. А в случае того, как попасть в галерею или как попасть к определенному куратору, во-первых, нужно пробовать и предлагать себя и свое творчество разным галеристам. Это абсолютно нормально. Но, опять же-таки, каждый автор должен анализировать, куда он идет. То есть у меня на двери написано «галерея современной фотографии». И очень странно, когда, допустим, ко мне приходят и предлагают мне развесить здесь картины. Я считаю это ни в коем случае не за оскорблением, но за игнорированием. Просто, можно сказать, некой предупредительной табличке того, чем мы занимаемся здесь. Какого профиля в вашей галереи. Да, да, да. Да, и поэтому, если ты приходишь в галерею и видишь, что там только скульптура, я думаю, что вряд ли тебе могут чем-то помочь, потому что кураторы, арт-дилеры данного места занимаются совершенно другим профилем. Но, если ты спросишь, то никто абсолютно не кусается. Все будут, может быть, не рады, но точно ответят, интересен ты этому месту или нет. Какие советы я могу дать начинающим художникам? Мне бы хотелось посоветовать находиться почаще в поиске, в самой рефлексии, в анализе. Очень важно задавать себе самому вопросы, что мне нравится, что меня триггерит, так сказать, на что я откликаюсь. Потому что я уверена, что абсолютно любой автор сейчас сохраняет некие подборки. У меня, например, даже есть черно-белые фотографии, цветные фотографии, потенциально хорошо для галереи. То есть очень часто я ищу авторов заранее, которых я хотела бы представить. Но как художник я собираю некие подборки и потом анализирую, что же мне понравилось в том или ином методе. И в плане цвета, и композиции, и воздействия психологического настроения, воздействия, которые оказала на меня та или иная работа. И таким образом каждый автор будет все ближе и ближе к себе и понимать, что именно, чем именно он хочет заниматься. И что он хочет создавать. Потому что я искренне считаю, что хороший автор – это хороший рассказчик. У него должен быть свой мир, у него должен быть определенно некий круг его интересов. И пусть он даже разнообразный, но так или иначе, он может все интегрировать в свое творчество. Как раз-таки я говорю про некий поиск и сочетание, и нахождение той самой убедительной эстетики, концепции, эклектики. Поэтому искать и больше, больше, работать – это самое важное. Взять на никуда. Класс. Спасибо, Ряда. Было клево. Спасибо, Женя. Суперполезно для меня особенно. Спасибо. Спасибо тебе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok